а здрасте всем друзья привет уленьки у нас золотой колос продолжается и второй тройничок подходит к концу у нас опять продажа всего может быть покупка чего-то дорогого в очередной раз ну а также уборка полей завода короче все как обычно в общем то погнали смотреть чё да как тем друзья приятного просмотра не забывайте что лайкусик комментарий если не подписаны то подписывайтесь но в общем то все знаете погнали продавать друзья сегодня мы будем не так много как хотелось бы но все это будет довольно таки дорого насколько я понимаю то есть денег мы так или иначе все не заработаем хотя может быть и не очень много в общем то на восточном тепличном комплексе у нас нету ни хрена оттуда надо вывести грунт ну и соответственно свежий грунт туда надо будет привести удобрение тут еще пять кубов осталось это на три дня нам хватит на северном тепличном комплексе абсолютно все то же самое только тут лежит миллион шестьсот девяносто восемь тысяч литров клубники потому что с восточных тепличных этих самых с восточного тепличного комплекса до с восточных тепличке я перевез всю клубнику на северный потому что мы его будем продавать на молочный завод а ближе туда ездить то же самое касается грунта здесь как и с восточных в общем-то за этим всем надо будет следить далее друзья по животным в общем то надо бы обновить наверное животным еду но пока что хватает этим тоже сегодня надо будет заняться есть уже на коровнике молочка 132 куба но и примерно половина у нас тут навоз жидкий но жидкого навоза вы много еще может выработаться от навоза уже половина бункера почти забита надо будет его как-нибудь по какому-нибудь полю рассыпать овчар не тут у нас все прекрасно а по коровнику кстати животные у нас еще старых нету поэтому продавать их не будем есть подрастающие или подросшие и молодняка в общем-то животные продаются и даже в плюс нам по сути дела ночью мы когда списываются за амортизации за всякий вот это вот баланс де денежки мы все равно идем в плюс за счет продажи животных которые появляются ну ладно свинарник там все хорошо свинки у нас свежие что называется на овчарне у нас тоже все хорошо есть шерсти 20 кубов пускай она там лежит ну и на птицеферме тоже в принципе все хорошо есть уже продуктивные бройлеры и кстати можно забить на мясо и соответственно вместо них взять два поддончика в инкубатор наверное мы так и сделаем но ладно попозже так что животными в принципе все хорошо может быть немножко стоит покормить коровок но вот эти вот два ингредиента питания им нужно возить принципе отвезем чего не проблема же а вот все на трава в принципе тоже можно будет отвезти у нас и дохренища травы а на смеси пока что хватает надо будет опять запускать корма смеситель по моему там ничего не осталось да можно только купить в принципе можно ты купить как бы копейки стоит но пока что обойдемся без этого но и друзья погнали по заводикам пробежимся по всем которые у нас на карте есть комбикормовый цех не работает потому что понятно тут у нас дохренища этого комбикорма консервный завод у нас выпускает сейчас овощное рагу у нас висит контракт так что пускай он это все дело делает кормосмесители есть небольшой недостаток травы но и силоса тоже кстати маловато надо будет этим заняться масло экстракционный завод у нас давно уже не работает мебельная фабрика у нас работает тут вот мебель надо будет вывести тоже на склад потому что скоро забьется общем тогда надо будет вывести мебель оттуда. Мельница, друзья, у нас работает. Было сделано ТО недавно. Группорушка все свое сделала. Осталось только мельница, которая перерабатывает пшеницу. Тут еще 800 кубов пшеницы. И уже есть полтора миллиона литров даже больше муки пшеничной фасованной, которую мы тоже сегодня будем продавать. Молочный завод у нас не в собственности, но скорее всего скоро запустим мы заказ на производство там. Молоко перерабатывать будем уже. Мясокомбинат мы купили. Но у нас в первую очередь для скотобойни. Старых животных у нас пока нету, поэтому он просто стоит. Ну и сахарный завод у нас тоже работает. Тут еще полтора миллиона литров свеклы осталось. Я думаю, что за оставшиеся до конца сезона дни это все дело переработается. И сахар мы потом продадим. Или будем использовать где-нибудь на заказах. А, ну и еще ткацкая фабрика. Сейчас полдесятого утра. Она еще не включилась. Линию производства пряжи я запускал ТО. Тут осталось 9 кубов шерсти. Она за сегодня переработается. И хлопка, друзья. Осталось 2 куба. Он почти весь переработался. То есть ввиду того, что еще до хренища есть сухой солом и льна, имеет смысл загрузить еще хлопка немного. Чтобы линия тоже работала. Потому что, ну типа, что она простаивать будет. Я уже не знаю, сколько дней этот самый лен перерабатывается здесь. Но до хренища да. И все он никак не переработается. Хоть ты линии качай. Но не хочется. Ведь хочется уже избавиться от этого завода. Он как-то мне кажется не сильно нужным здесь. А, ну и еще хлебокомбинат. Тут тоже можно будет с заказами поиграться. То еще выпечку можно будет сделать. Точнее не выпечку, а печенье. Выпечка у нас есть. И в принципе у нас даже есть почти все ингредиенты. Поэтому можно будет этим потом заняться. Если делать 300 кубов печенек. Вот яйца мы наскребем сколько-нибудь. Масло подсолнечного тоже наскребем. Сгущенку можно сделать и сливочное масло. В принципе тоже из молока не проблема. Сахар у нас есть. Молоко у нас есть. Мука пшеничная у нас есть. То есть можно вот это вот все дело полностью привезти. И заказ будет стоить сущие копейки. Ну как сущие копейки? 185 тысяч вместо 700 там было, да? Но сегодня мы этим заниматься не будем. Также друзья, у нас есть поля. И их надо будет сегодня убрать. В принципе уборка не горит. Тут у нас опять везде на больших полях растет пшеничка. А на некоторых полях растет не пшеничка. Например кукуруза растет у нас на большом 8, 9, 10 поле. Но это все потом. И пшеничка еще кусок несозревшего поля есть. Не важно. В общем-то уборкой полей я буду заниматься скорее всего на спонсорском стриме сегодня. Что мне не охота как-то это все в серию пихать. Кроме одного поля, друзья. Как я сказал, раз у нас хлопок есть, то соответственно я одно поле вырастил хлопка. И этот хлопок мы сегодня тоже уберем в серии. Ну и продажи. Короче погнали заниматься всеми этими продажами и остальными. Первым, друзья, мы отправим работать нашу Джиси Бишечку. Она будет заниматься у нас мебелью. Надо будет вывести немного мебели на склад. Поэтому ставим ей простейший автодрайвик. Выводим его куда-нибудь на дорогу, чтобы он нашел куда ему ехать. Например, вот сюда. И отправляем его работать. Пускай вывозит абсолютно всю мебель, которая там есть. Кстати, сколько у нас на складе мебели? У нас 800 кубов мебели уже есть. И 800 будет, блин, тоже дохренище, конечно, этой мебели будет. Но это и хорошо. Также у нас на складе лежит вон дохренище выпечки 300 кубов и дохренище томатной пасты, которые тоже мы делали по заказу. Всего остального по 60 кубов. Это на всякий случай. Но что-то мне кажется, что в конце сезона мы от этого всего избавимся. Но это будет в конце сезона. Не сейчас. Короче, JCBшка у нас погнала работать. Погнали дальше пацанов расставлять в работу. Следующего, друзья, отправляем работать контейнера. Вот этого вот самого контейнера. По 60 кубов он у нас, друзья, будет продавать клубнику. Он поедет на северные теплички и будет возить это все дело на молочный завод и продавать. Да, это надолго, но в принципе я никуда не тороплюсь. Поэтому пускай ездит и продает. В принципе клубника у нас дорогая, поэтому все у него будет нормалды. Ну и еще из перевозок нам, конечно же, нужно продавать муку пшеничную, которой у нас дохренище. И этим заниматься поедет у нас Ман Универсал. Единственное, только хочется посмотреть, что у нас там по вместимости. Во-первых, на клубнику на молочном заводе 512 тысяч литров. Но я думаю, это обновится в 10 часов. Все будет нормально. Надо будет обязательно в 10 посмотреть. Ну и мука пшеничная фасованная. На хлебокомбинате миллион 850 кубов он принимает, поэтому давай шуруй и едь туда. Выставляем его вот сюда. Я думаю, что мы где-то полтора миллиона кубов продадим. Полтора миллиона литров. Там пускай остается еще немного. Будем смотреть и по времени, и по деньгам, и так далее. На счет денег кстати, у нас висит кредит до сих пор. Ох ты, сколько контрактов на сбор урожая. Хоть ты бери их и делай. Может и поделаем кстати, если время будет. Так вот, у нас висит 500 тысяч кредита, но я думаю, что мы это быстро сейчас отобьем и кредит вернем. Еще у нас, друзья, есть куча дел на сегодня, поэтому погнали все это дело делать. Далее, друзья, нам надо еще убрать поле с хлопком. В принципе, там моя помощь в этом не нужна. Он сам прекрасно будет убираться. У нас есть два хлопкоуборочных классных комбайна вот таких вот. И в принципе, я не знаю, может быть один давайте мы запустим. Да, он будет один очень долго это все дело делать. Хотя они и вдвоем это будут долго делать. Но запустим один, пускай работает. Все равно тут до конца дня будем сейчас с херней всякой заниматься. Уборка остальных полей часов пять у нас займет. Наверное, если не больше. Вот, а вот это вот дело можно даже закрыть. Сюда у меня автодрайв не проведен на этот гараж, поэтому надо его вывести на дорогу. Наверное, вот в эту сторону лучше. Вот, рисуем ему, значит, курсплейчик. Вот из этой вот точки, например, делаем ему пять поворотных полос. Пускай будет с разворотом шесть метров. Генерируем маршрут. Ну, реально долго там будет кататься. Ну, топливо у него вроде как есть. Прилично. На поле 21-22 мы его отправляем. Использовать автодрайв нахрен не надо. Нет, ты туда не хочешь ехать? Решил он в другую сторону поехать. Что-то он к другой точке привязался. Но, неважно. И он десять минут туда будет только добираться. Ну, ладно. Ничего страшного. Видимо, мало того, что кругами поедет. Хотя с другой стороны... А, не, он поедет кругами. Ну, ничего страшного. Пускай едет. И еще что, друзья, нам надо сделать, это покосить опять вот эту вот траву. И отвезти ее на коровник. Что-то надо будет закинуть в кормосмеситель из этой травы. И какую-то часть надо будет сделать, затюковать в силос. Какую-то часть надо будет затюковать в обычную траву. Тут, скорее всего, я сейчас руками буду это все дело работать. Кроме покоса. Поэтому погнали на коровник. У нас там стоит вся наша техника. Кстати, может быть автодрайв туда прописать? Я-то через коровник уже начал его делать? А вот в гараж, чтобы он потом ездил, парковался обратно. По-моему, это была бы хорошая идея. Вот тут у нас косилка стоит. И в гараж можно сделать парковка косилка. Почему бы и нет? А давайте-ка сейчас побыструхи-то и сделаем, а? Тут же на самом деле это все просто. Давайте. Вот отсюда вот мы начнем запись. Вот эти вот точки мы сразу же соединяем. После чего эта косилка вот так вот проезжает. Вот здесь вот останавливается. И задним ходом сдает обратно в гараж. Кстати, колеса зеленые. То есть я ее, видимо, не мыл в последний раз. Ну да ладно. А вот и, кстати, первая продажа продукции это у нас мука. Не, это клубника. А, это была первая мука из кузова. Потом продалась клубника за 179 тысяч. И сейчас продается еще раз мука. Второй прицеп. Точнее прицеп. Сначала кузов продавался, сейчас прицеп. И все, у нас есть 329 тысяч. Они сейчас еще по разу съездят и у нас можно будет уже выплачивать кредит без проблем. Такс, в общем-то, да. Ты заезжаешь в гараж, а потом из него выезжаешь. Вот так вот. Просто меня сбили эти продажи немножко смысле. Такс, вот эта точка, да. Вот эта точка соединяем. Еще надо, конечно же, сделать ему точку метку поставить, локацию. Я вот думаю, может ее продлить немножко назад. Вот так вот. Ну и нормально будет. И цепляем сюда парковка, черт. Парковка, косилка, коровник. Потому что у нас уже есть одна парковка-косилка, как ни странно. Привязываем эту точку на эту самую, на косилку. Давайте на всякий случай проверим, будет ли он туда вообще заезжать. Потому что окажется, что я сейчас накосячил, поставлю его в работу, а оно будет не работать. Вот это будет не круто. Бздынь. Давай, друг, едь на парковку. А я просто посмотрю, как ты это делаешь. Ты куда поехал, а? Черт. Он поедет сейчас круги наворачивать. Ну ладно, пусть едет. Сейчас посмотрим. Подождем. Да, но посмотрим, проезжает он тут или не проезжает. Везде, в принципе, проезжает. Дорогу везде найдет к полю, если что. Вот у нас тут совсем мало тюков травы осталось. Соломы дохренища. А вот травы силоса осталось прям мало. Надо немножко запасы пополнить. Но силос, друзья, на силос у нас пойдет вот эта вся кукуруза насечку. Мы ее всю в ферментатор забубеним. Потом надо будет купить силосный комбайн или в аренду, скорее всего, взять. У нас же есть классный ферментатор. Забьем его и силоса у нас будет обосраться просто сколько. Так, вставай, друг. Покажи мне, что ты сейчас припаркуешься и я тебя поставлю работать, косить и все будет классно. Да, вполне нормально. Тина далеко не выезжает и тут как раз он туда попадает. Вопрос, где он остановится? Ну, точку я подальше попытался отодвинуть, так что он на нее доедет как минимум. Оп. Во. Ну четенько же работает, реально? Замечательно. Значит, тогда поле номер 18 мы тебе ставим. Дынь, вздынь и курс плей включишь, когда начнешь там работать. Ну и разумеется, маршрут. Давай, друг, вот с этой вот точки, без поворотных полос, просто так. И потом ты едешь на парковочку. Ну и замечательно, вот такая вот простая система. Мыться он единственное, конечно, только не будет. Но ничего страшного. Я сильно не расстроюсь. В общем-то он косит. Он это сделает очень быстро, поэтому погнали. Дальше за ним, наверное, это все дело поволкуем. Опять-таки, возможно, что я даже это ручками сделаю. Почему бы и нет? Хотя, с другой стороны, наверное, нет. Ладно, сейчас посмотрим. А, я забыл еще, друзья, грунт возить поставить человечка. Черт. Здравствуйте. Этим у нас вот этот товарищ будет заниматься сегодня. Вывозим его тоже на дорожечку. Вот сюда вот, например. Значит, грунта у нас нового немного. Я 600 кубов всего купил. Я провафлил момент, когда его надо было покупать. Поэтому сейчас он отвозит 600 кубов грунта на восточные теплички. После чего ставим, после того, как он его весь перевезет, мы ставим его вывозить старый грунт. В 2 часа дня мы покупаем новый грунт. Опять его ставим возить новый грунт. А после того, как он его весь перевезет, мы его ставим возить старый грунт, который он не успеет до 2 часов перевезти. Вот так вот. Так что он сегодня работает целый день у нас. Система простая. Вот, прибыла косилка на поле номер 8. Красавчик. Так, садовый центр. Грунт новый ты загружаешь. и теплицы восточный тепличный комплект грунт новый ты выгружаешь и возишь ты туда обогащенный грунт с дым погнал если топливо закончится он съедет заправиться он-то умеет делать без проблем у него все всегда хорошо получается гараж мы тоже закрываем и погнали так, что у нас ты там косишь нормально сюда он там косит, у него все нормально в общем-то это все дело надо заволковать в первую очередь, а потом будем смотреть что тюковать, что не тюковать кто у нас пойдет волковать, а? ребята, кто из вас хочет поволковать травку фиат? нет, не фиат, не хочу фиат кто-нибудь побыстрее, давай вот ты поехали за волковой жаткой травы у нас, друзья, здесь примерно 2 или 3 покоса точнее 3 или 4 э, ты че крутишься там, странный товарищ ну ладно, вроде как он обычно все нормально делает короче, разворачиваем волковую жатку и по-быстрому все это дело сейчас волкуем в волки вроде как косилка должна работать быстрее, чем я поэтому мы его не обгоним погнали а вот, друзья, отставить я передумал, не хочу я волковать это сейчас рано пока мы, друзья, сейчас то, что будем собирать траву россыпью мы ее соберем отсюда и так нормально потому что тут есть тоже и волки какие-то отмеченные, которые после первого или второго покоса были после первого самого волки нам сейчас надо собрать немножечко травы именно россыпью может быть даже 1, максимум 2 прицепа и отвезти это все дело на коровник поэтому погнали за прицепом я что-то другой план придумал а потом, когда мы тюковать будем мы это на фолуме сделаем, чтобы я это руками не тюковал и чтобы все четко собиралось вот так вот, да во! короче, сейчас мы это все дело пособираем давайте соберем, в принципе, один прицеп отвезем его на коровник рассыпем по корпусам посмотрим, что там да как вообще будет а, тяжеловато идет, я вам скажу тяжеловато ну, наверное, трактор этот не очень предназначен вообще для такого прицепа но что поделать, что поделать да, и волки, конечно, толстоваты не собирает он все, как должен собирать но ничего страшного о, один раз проехались и весь прицеп забился нормально ну, травы здесь много, в принципе, что тут говорить погнали, 35 кубов прицеп погнали, отвезем все это дело на коровник да вообще, в каждый загон влезет по 20 кубов черт, это многовато давайте по 10 в первые 3 корпуса мы высыпем в остальных там еще хватает один прицеп, друзья, высыпем в кормосмеситель чтобы там было тоже что-то и все будет нормально погнали, да, по 10 кубов примерно будем отсчитывать первый, второй и третий корпус в остальных там вроде как хватает пока что э, не закрывайся, я ж нихрена не вижу что ты начинаешь можно даже еще чуть-чуть по 12, скажем так чтобы ровное число было так, во второй корпус делаем то же самое абсолютно то же самое бздынь высыпаем и бздынь, хватит можно еще чуть-чуть, вот так вот или в третий корпус все оставшиеся он, косилка, кстати, приехала, запарковалась красавица, можно этот гараж тогда закрыть будет я, кстати, да, всю технику я не помню показывал я это раньше, не показывал короче, у нас теперь здесь все хранится все, что связано с покосом травы и тюковками, и вот этими вот всеми остальными штуками так, третий корпус тот он дальний высыпаем туда тоже травку здрасте, привет коровке можно кожплей забубенить на эту тему, кстати можно сеновал поставить, чтобы он отдельно я вот сеновал думаю поставить на свинарник и солому туда россыпью загрузить и больше ее туда не возить вообще так, погнали, тогда еще соберем прицеп один и высыпем в кормосмеситель так, насколько я понимаю у нас вот здесь вот кормосмеситель и высыпать нужно сюда бздынь, трава, высыпайся что у нас там вообще по животным ну, трава теперь у всех появилась две трети загонов забита, все нормально свекла, морковь же мы в отрубе привезем потом не проблема, моносмесь еще нужна будет вот в кормосмеситель мы высыпали немножко травки просто думаешь, сколько нам надо силоса и сколько нам надо еще тюков травы делать силос у нас отсюда идет только на кормосмесь его используются по 40%, да? да, 40% у нас используется силоса всего кормосмеси 30, 30, 30, 30, 120 кубов можно считать 20, 20, 5 корпусов по 20 100 кубов, то есть силоса в принципе сильно много-то сейчас и не надо что-то через сутки у нас его будет дохренище но чуть больше, чем через сутки я думаю 15 тюков вообще хватит с лихвой короче, этот прицеп давайте мы запаркуем и подцепим прицеп для тюковки силоса сделаем, я не знаю, 15 тюков хотя 15 тюков это все равно много с нашей той полянки а все остальное затюкуем в траву да можно даже 10 тюков, 40 кубов этого хватит по горло плюс у нас еще 10 кубов же есть ладно, разберемся сейчас, не проблема так, гаражи, давайте позакрываем то, что нам надо здесь закрыть и вот этот тоже закрываем а вот этот вот открываем потому что тут у нас тюковщики хранятся и силосный тюковщик, вот я его поставил именно в том месте потому что мы его типа будем редко использовать и вот тот момент, когда он нам вроде как и нужен ну ладно, что, он действительно должен стоять там так и задумано по сути дела, это последние тюки силосные которые мы сейчас будем делать не, может конечно потом тоже еще будем делать когда-нибудь хз, не знаю короче, погнали, немножко потюкуем сейчас я, друзья, не знаю справится ли вот этот маленький фэн с этой тюкалкой но вот то, что оранжевой вальтер справится это прям точно так что мы вот это вот дело вот так вот цепляем вот это дело мы цепляем к валковой жатке и знаете что, друзья, я подумал у нас как раз тут есть небольшое такое разделение на поле я здесь просто траву собрал и вот левую сторону мы на силос пустим оправу не носилось гениально ж я придумал, правда? короче, наверное, я не знаю смысла вас мурыжить вот этой всей вот этим всем процессом, наверное, нету поэтому, когда я все затюкую тогда мы с вами и встретимся вот так вот ну и вот, друзья, затюкована у нас вот эта вот вся полянка тюков получилось довольно-таки много но это, друзья, не читерская трава дело в том, что я просто косил эту полянку до этого уже много раз но не собирал в общем-то, я тут пригнал как раз вот этого вот товарища замечательного давайте-ка мы все эти тюки сейчас тут пособираем мне что-то кажется, что они даже не влезут все на этот прицеп хотя прицеп 70 штук вся вмещает, 72 ну, в общем-то, ладно, давайте пособираем но если что, два раза придется съездить в принципе, невелика-то проблема знаете, ну вот влезли, ну вот почти все но почти не считается, поэтому придется это все дело вести дважды так, я тут съездил за второй партией тюков их тут осталось всего 12 штук в принципе, немного, да давайте их тоже сейчас выгрузим и, в принципе, посмотрим, что у нас тут на коровнике теперь есть чего у нас нет так, руками будет явно быстрее бздынь и бздынь причем маневрировать на этом длинном не хочется, короче, да давайте-ка его вот так вот в стороночку отгоним и посмотрим, что у нас да как во-первых, заводы кормосмеситель тут сейчас всего вполне много можно запустить этот самый кормосмеситель пускай делает кормосмесь по животным да, еще надо привезти свекло, жмых не проблема, в принципе маносмесь ну, маносмесь мы им сейчас закинем в принципе, травы мы привезли довольно много если мы откроем склад тюков коровник нормально хватает квадратных тюков он соломы дохренища есть но это так это все неинтересно солома сначала вон круглый используется это хорошо, пускай освобождается силоса хватает травы вообще с лихвой ну и трава у нас пока что оттуда не используется потому что мы в сам кормосмеситель еще немножко засыпали тут, в общем-то, все понятно у нас, друзья, все катаются продают что-либо или возят вот этот товарищ сейчас ездит тот хлопочек собирает он еще это будет делать около 4 часов я второго даже ставить не буду пускай катается у нас на кстати на ткацкой фабрике уже освободилась линия то есть весь хлопок тот переработался 2 куба это у него 20 минут на это ушло поэтому вот эти тюки которые он сейчас собирает я периодически буду по 3 штуки подвозить на катскую фабрику пока она работает также, друзья, я запущу стремец и мы на нем скорее всего спонсорски попробуем собрать все поля и собрать кукурузу-насечку для этого надо будет взять в аренду комбайн я его не хочу покупать мы его возьмем в аренду можно, кстати, вон какой-нибудь классный взять я никогда ими даже не пользовался давайте вот такой длинную трубу можно сюда поставить классно я его запущу по курсплею а как там что будет дальше происходить я не знаю я на автодрайве никогда не работал а, еще ж надо ему жатку черт, я совсем забыл я так понимаю вот этот 9 метровый к нему в комплекте и идет складывается классно и я ее купил, да? ну ладно продадим потом а, этот комбайн я купил черт ну и ладно потом продадим не проблема а, так вот что я хотел сказать не знаю как оно там будет работать хочется, чтобы это все было побыстрее потому что поле большое возить недалеко посмотрим какие это будут делать пока я еще не придумал куда это я поехал нам никуда не надо короче, друзья опять-таки как обычно после всех этих уборок мы с вами еще встретимся и подведем некоторые итоги скажем так того, что произойдет так, друзья у нас 4 часа дня закончился только что у меня большой стремец тоже на 4 с копейками часа он был для спонсоров и на нем мы в общем-то убрали вот это поле очень много времени на это ушло но что поделать что поделать сейчас у меня вся техника уже закончила свою работу все продалось осталось, друзья только убрать поля с пшеницей но это ладно, не горит хотя на самом деле горит потому что если посмотреть на прогноз погоды то впереди дождик но этим я займусь чуть попозже итак, друзья погнали посмотрим что у нас вообще произошло и происходит во-первых давайте коровник животное коровник я привез сюда свеклу, морковь, жмых, отруби все это дело я привез в конце стрима там все хорошо моносмесь тоже кстати изготовилась я загрузил и она еще раз изготовилась можно загрузить еще всем во у всех теперь по 30 кубов все молодцы трава в принципе тоже можно всем пополнить это не проблема травы у нас много свекла я только что привез там все хорошо вода пополняется сама солома у нас ее тоже очень много поэтому можно всем загрузить тут все прекрасно также на овчарне в принципе мы смотрели тут все хорошо на птицеферме да я это самое забил бройлеров 53 куба мяса у нас теперь есть и закинул в инкубатор еще цыпляток два поддона ну точнее один закинул один привез туда закину когда тот вылупится ну и на свинарнике тоже в принципе все хорошо там смотреть нечего по складам можно посмотреть силосная башня коровника смотрите 14% уже ферментация 2 миллиона литров сечки мы привезли с поля она уже ферментируется и во вторую башню еще миллион закинули короче силосы у нас будет просто обосраться тут тоже нажимаем на ферментацию начать ферментирование нельзя начать ферментирование серьезно это наверное потому что сначала ферментируется то что в башне номер один ну и ладно через сутки у нас будет уже 2 миллиона литров силоса поставлю ферментироваться эту башню без разницы вообще не важно на складе тюков что у нас тут солома круглая забирается это хорошо забирается силоса короче на корм еще хватает травы ну тоже вроде хватает потом всю траву оставшуюся которую будем косить будем сюда возить именно затюкованную траву круглой тюки и все всегда с травой будет хорошо в принципе кстати в этой башне еще можно хранить моносмесь так что можно нормально ее затарить потом париться с этим это посмотрим далее друзья давайте по заводам значит консервный завод 140 кубов еще надо овощных рогов нам сделать это уже будет следующий день возможно за кадром я выполню этот контракт черт закрыл случайно на мебельной фабрике тут у нас все работает мебели я сколько-то вывез сейчас покажу сколько у нас там ее лежит я думаю за завтрашний день уже точно вся мебель переработается можно будет уже избавляться от мебельной фабрики мельница друзья у нас работает муки пшеничной 300 кубов у нас есть она еще я ее много продал она все продолжает производиться это в общем-то все понятно ну и все остальное ну сахарный завод тоже потихонечку работает ткацкая фабрика хлопок мы собрали около 300 кубов получилось с 21 поля 21-22 в любом случае пускай он работает может быть даже еще один посев хотя вряд ли да вряд ли будет еще один посев хлопка а что у нас линия производства пряжи не работают а я того я и делал и забыл включить я понял в общем-то тут везде все тоже понятно по поводу теплиц обогащенный грунт мы привезли весь на восточный тепличный комплекс ну и потом я докупил на северный тоже он возится уже 440 кубов сюда привезлось отработанный грунт с восточного начал возиться уже там 268 кубов осталось ну северного это все потом в общем-то оно потихонечку катается ман катается есть не просит пускай катается так давайте в магазин я сюда пригнал вот этих вот три комбайна зачем потому что их нужно нахрен продать но сперва да кстати по финансам что у нас еще здесь произошло новая техника это понятно новый скот минус 6 а это я поддоны с яйцами купил это как новый скот пошло продано животных это вот ночью то что происходит 150 тысяч нам пришло обслуживание техники понятно задержание скота 79 тысяч конечно много но в любом случае скота продается больше 316 тысяч у нас идет амортизация недвижимости это вот днем списывается в час дня тоже очень большая сумма я уже с ней попадал немного расходы на топливо 1000 у нас ушла расходы на удобрение 20 тысяч но сейчас уйдет очень много потому что надо будет известью поспать все поля расходы на воду это понятно это наши водонапорные башни пополняют автоматически загоны для животных доходы от продажи урожая это клубника и пара тысяч за отработанный грунт ну короче 5 миллионов за клубнику мы получили как обычно ну и доходы от продажи продукции это у нас мука за муку мы 2500 получили я не возьму сейчас сказать сколько мы ее продали ну до хрена где-то полтора миллиона литров может чуть больше также в минусе у нас заработная плата это много за что и проценты а другое еще есть что там другое хрен его знает но не важно и проценты по кредиту кстати да пока нам не выставили счет надо этот самый кредит наверное вернуть во у нас остается наших денег 6 миллионов 270 но это не все также друзья мы еще продаем за 280 тысяч хлопкоуборочный комбайн он отработал 12 часов он получается один раз у нас убирал в паре все поля и один раз только большое поле мы убирали короче мы его продаем далее друзья продаем вот это вот чудо техники он нас отработал 3 и 6 часа 376 тысяч сам комбайн и еще конечно же жадка от него тоже за 95 тысяч продается кстати говоря сколько это стоило все сколько бы это все стоило бы нам если бы мы брали в аренду давайте посмотрим просто что выгоднее купить комбайн или же арендовать комбайн это у нас был вот такой и значит первый взнос у него был бы 25 тысяч плюс еще по 10 за час работы то есть за 4 часа мы платили за 3 первый был уже включен 30 55 тысяч мы бы заплатили за комбайн а взяли мы его за 478 а продали за 396 ну возможно да аренда была бы выгоднее с жаткой все в принципе то же самое за 95 мы ее продали за 121 купили 25 тысяч по сути дела мы потратили а так бы мы взяли 2 500 ну 4 часа допустим это десятка и еще 6 то есть 16 тысяч ну и ладно в общем-то он зато у нас временно был наш комбайн и за 332 тысяч мы еще продаем он на 5 часов меньше отработал да вот как ценник просел сразу же у того ну и ладно ну и ничего страшного в общем-то у нас есть 7 миллионов впереди друзья надо мне еще убрать поля запустить мельницу кстати говоря у нас по-моему на складе на ферме тоже пшеница да хоть да 440 кубов еще пшеница лежит на складе в общем-то я ее тоже отвезу наверное все в пшеницу переработаем это все на муку да и все на складе она нам не нужна ну и в общем-то дальше друзья у нас сезон подходит к концу на самом деле я не знаю что там еще сколько серий впереди будет но честно говоря немного и сезон и вся карьера подходит к концу у нас вот так вот получается потом расскажу что да как что мы там будем дальше делать про то какое продолжение будет но это все друзья потом на этом у меня все лайкусики комментарии не забывайте если не подписан на канал то подписывайтесь хотите смотреть все ролики заранее или же спонсорские стримы то разумеется кнопочка спонсировать тем кто уже это сделал вам огромное спасибо и в общем-то да всем спасибо за внимание с вами был Никита Дилай всем покаки